Всем привет, ребята! С вами GoodApple! И сейчас, как уже многие давно меня просили, я вам покажу, как же сделать магазин опыта в NPC. Да, я уже делал магазин в NPC на опыте, то есть за опыт мы могли покупать самые различные предметы. Если что, ссылочка на этот видос будет в подсказке в правом верхнем углу. Можете потом чекнуть, если еще не видели. Ну а в этот раз будет наоборот. Я вам покажу, как сделать магазин, в котором мы сможем за самые различные вещи покупать опыт. Ну а перед началом просмотра, жмякни на лайк под этим роликом. Ну а также, не забудь нажать на кнопочку подписаться. А мы погнали! Так, ну что, давайте я вам сначала покажу, как же этот магазин вообще работает. Как я уже говорил, этот магазин работает через NPC. И как вы знаете, его на выживание мы в принципе убить никак не можем, хоть он и выглядит как обычный моб. Вот такой неприметный скин я ему поставил. И когда мы в него заходим, здесь мы сразу видим такое большое облако с речью. Здесь я, к примеру, написал привет, сегодня черная пятница. Ну а ниже у нас расположены кнопки покупок. Для примера я сделал три способа покупки опыта и два способа возврата. И первый вариант покупки это 10 XP за один золотой самородок. И заметьте, не 10 уровней опыта, а просто 10 опыта, то есть 10 XP. Получается, эта покупка может быть значительной только на первых уровнях опыта. Поэтому и цена такая маленькая. Вот, видите, за эту покупку с нуля я сразу получил даже больше одного уровня. Но если бы, к примеру, у меня сейчас был 20 уровень опыта, чтобы набрать еще один уровень, мне бы пришлось сделать таких покупок 10, а то и больше. Второй же вариант покупки более простой, выгодный и понятный. То есть за один золотой слиток мы можем покупать один уровень опыта. И при этой покупке уже не важно, какой уровень опыта у нас был до этого. Здесь всегда стабильно прибавляется один уровень. Смотрите, у нас было почти полтора уровня опыта, сейчас же почти два с половиной. И третий вариант покупки, можно сказать, мажорный. То есть за один блок золота мы сразу можем купить 9 уровней опыта. И, конечно, при этой покупке также не зависит, какой уровень опыта у вас был до этого. Ну, а если у вас возник вопрос, почему дается именно 9 уровней опыта, а потому что золотой блок состоит из скольки золотых слитков? Правильно, из 9, а один золотой слиток равен одному опыту. И поэтому третий способ покупки нужен для того, чтобы просто, если у вас много золота, купить сразу много опыта. Конечно, если вы будете делать этот магазин, то можете сделать, чтобы за золотой блок давалось не 9 уровней, а, к примеру, 10 уровней опыта. Таким образом, вы сможете выстроить, так скажем, свою экономическую ступеньку, где будет самый дешевый невыгодный предмет и самый дорогой, но самый выгодный вариант покупки. Ну и, конечно, вы можете выбирать не только, сколько опыта можно продавать за предметы, но и выбирать абсолютно любые предметы, за которые можно будет продавать опыт. Не обязательно акцентироваться на золоте, как это сделал я. Вы можете продавать 10 XP за железо, 2 уровня опыта за алмазы и 10 уровней за кирпичи. То есть совсем не важно, какие это будут предметы. Ну и также я добавил две кнопки для вывода средств, то есть сделать обратный обмен, поменять наш опыт на те предметы, за которые мы его покупали. В моем случае это слитки золота. Почему именно золотые слитки? А потому что, к примеру, если у нас будет большой уровень опыта и менять это все на золотые самородки, их у нас потом будет очень много и просто некуда будет их деть. То есть просто неудобно. Ну и в свою очередь, если уровень будет не очень большим, то на золотые блоки мы поменять просто не сможем. Поэтому и остается второй оптимальный вариант. В моем случае это слитки золота. Как вы видите, первой кнопкой, где просто сокращенно написано вывод средств, мы возвращаем себе один слиток золота. Но не как при покупке, один слиток за один уровень, а уже за два уровня опыта, мы получаем один слиток золота. Это сделано для того, чтобы игрок не мог постоянно менять ресурсы. Поэтому вам советую сделать так же. Ну и если мы нажмем на вторую кнопку, где у нас сокращенно написано вывести все средства, то у нас обменяется весь опыт на слитки золота. И как видите, у нас остался всего один уровень, потому что слиток золота меняется только на два уровня опыта. И так же нам высветилась надпись «Средства успешно выведены», так как мы смогли получить свое золото. Но если мы нажмем на эту кнопку снова, чтобы вернуть золото, то у нас ничего не получится, и нам высветится надпись «Недостаточно опыта». Ну что, как работает этот магазин, я вам показал. А теперь давайте покажу, как же работает сам механизм. Так, ну что, для начала нам нужно заспаунить самого NPC. Для этого заранее становимся на то место, где хотим, чтобы он у нас появился. Открываем чат и записываем такую команду. Ставим слэш и просто пишем «самоннпс». Если что, командой «самон» вы можете призвать любую сущность. И вот у нас появился NPC, но сразу предупреждаю, с ним нужно быть очень аккуратным, особенно уже после того, как вы его настроили. Иначе может произойти вот что. Да, он просто пропадет, и вся ваша работа, все, что вы в нем настраивали, просто умножится на ноль. Конечно, здесь я считаю, разработчики Minecraft Pocket Edition сделали не самое лучшее решение, и лучше было бы наоборот. То есть, чтобы с креатива зайти в настройки NPC, нужно было бы по нему просто нажать, а вот чтобы уже убрать, нужно было бы по нему зажать. И так бы по-любому таких фейлов было бы гораздо меньше. Ну да ладно, что есть, то есть. Значит, заходим в настройки NPC, и давайте-ка выберем ему какой-нибудь скин. Допустим, вот этот. Это не столь важно, просто сразу настроим его вид. Теперь давайте-ка поменяем ему название. Если что, здесь цвет текста по умолчанию идет желтый, но мы, конечно же, с легкостью можем его поменять. И если кто не знал, для этого нужно поставить значок параграфа и соответствующую цифру. Если что, у меня значок параграфа ставится так. Открываю английскую раскладку, проще говоря, просто включаю английскую клавиатуру, зажимаю букву S, добавляются дополнительные кнопки, среди которых и есть этот значок параграфа. И, конечно, назвать свой магазин вы можете как угодно. К примеру, я назову свой XP Shop, и чтобы название больше выделялось, XP я сделаю зеленым цветом, а слово Shop бирюзовым. Думаю, так выглядит довольно круто. Ну и крайняя вещь, касающаяся вида, это у нас диалоговое поле. И чтобы его изменить, собственно, нажимаем на кнопку «Изменить диалоговое поле». И сюда вы можете писать все, что угодно. Хоть правила покупки, хоть обращение к покупателю, ну или вообще какую-то смешную борду. Я, к примеру, напишу сегодня скидки. Ну и вот, вроде бы, внешний вид мы уже настроили. И теперь давайте переходить к настройке самой продажи. Нажимаем на кнопку «Расширенные настройки», «Добавить команду». И здесь, в принципе, все команды будут простыми. Ну а первое, что мы настроим, это кнопки покупок. Они настраиваются одинаково, то есть по одному принципу, и причем довольно просто. Поэтому подробно, как настроить покупку опыта, я объясню только на первой кнопке покупки. Значится, записываем такую команду. Тег собака пэээд ван. Этой командой мы выдаем ближайшему игроку к NPC тег ван. Если кто не знает, ван на русском это один. И, конечно, вы можете выбрать любой другой тег, то есть любое другое английское слово. Но, чтобы точно не запутаться, и было все понятно, советую делать так, как я. Получается, чтобы мы не путались, ближайшему игроку к NPC выдается тег просто по нумерации кнопки. Это у нас первая кнопка, поэтому и тег ван. Что ж, надеюсь, это понятно. Ну а зачем вообще игроку выдается тег, вы поймете немного позже. Теперь включаем режим кнопки, и давайте настроим ее вид. Давайте-ка сразу выберем, каким цветом у нас будет текст. Для этого снова ставим значок параграфа, и в этот раз я хочу, чтобы текст у меня был черным. Для этого ставим ноль, и указываем, что почем, то есть что за что у нас будет продаваться. У меня, как вы помните, первый вариант покупки, это за один золотой самородок мы получаем 10 XP. Так и записываем. Золотой самородок, пишем сокращенно, чтобы все влезло. Теперь ставим вот такую стрелочку, и записываем 10 XP. Есть! Вот мы и настроили первую кнопку, и чтобы сразу посмотреть, как она выглядит, для этого снова нажимаем на кнопку изменить диалоговое окно, и вот как выглядит эта кнопка. Но, чтобы не запутаться, сразу нажимать на нее я не советую, пока мы полностью не настроим продажу этого предмета, иначе вам сразу выдастся тег, и вы потом просто не поймете, что произойдет. Что ж, а теперь давайте перейдем к настройке самой продажи этого предмета. Да, вот так запутанно получается, что кнопка у нас настраивается отдельно от самого механизма продажи, но пока что по-другому никак. И думаю, вы уже поняли, что механизм покупки опыта будет работать на командных блоках, так что ставим первый командный блок, в котором будет такая команда. Клиер, собака, а, в квадратных скупках тег равен, записываем тот же тег, что мы указывали и в NPC, у меня это one, дальше указываем предмет, который у нас должен забраться за выданный опыт, у меня это gold nugget, то есть золотой самородок, дальше ставим 0, а вторая цифра, это количество предметов, сколько у нас должно забраться. К примеру, я ставлю 1, то есть при покупке у меня должен забраться 1 золотой самородок. Таааак, ну, думаю понятно, что этот командный блок отвечает за то, какой предмет и какое количество у нас заберется за покупку. Ставим его на режим цикла, и работает всегда. Есть, ставим следующий командный блок цепочкой, и записываем в него такую команду. XP, указываем сколько опыта мы хотим, чтобы давалось за покупку, у меня это 10 опыта, поэтому я просто пишу 10, если вы хотите, чтобы опыт давался в уровнях, тогда просто после цифры поставьте большую английскую букву L, дальше собака А в квадратных скобках тег равно, и записываем тот же тег, который мы указывали в NPC, у меня это 1. Ну, думаю вам понятно, какую функцию выполняет этот командный блок. Да, он выдает уровни. И чтобы уровни покупателю выдавались только в том случае, если у него получилось забрать нужный предмет в нужном количестве, ставим этот командный блок на режим CP, при условии, и работает всегда. Есть, и ставим третий командный блок, также цепочкой, в котором будет такая команда. Пишем тег собака А, remove one, эта команда будет забирать у всех игроков тег one. Этот командный блок будет срабатывать при каждой попытке покупки, и причем не важно, какой она будет, удачной или неудачной, то есть если у вас есть ресурсы, и вы просто купили опыт, либо вы просто так нажали на кнопку покупки. В общем, ставим этот командный блок на режим CP, и работает всегда. Есть, вот мы и настроили одну покупку, и кто еще не понял, по какому принципу эта покупка работает, я вам сейчас попытаюсь коротко, но понятно объяснить. Смотрите, сначала мы настроили кнопку покупки в NPC, и как вы помните, она выдает ближайшему игроку к NPC определенный тег, например, как сейчас в моем случае, это тег one. И дальше, дело переходит к командным блокам, которые также настроены под определенный тег игрока. Сразу же, первый вот этот циклический командный блок, как только появляется игрок с определенным тегом, у него забирает определенный предмет в определенном количестве, например, у меня он настроен, чтобы у игрока с тегом one забирался один золотой самородок. Дальше, сигнал переходит ко второму командному блоку, который уже выдает игроку с определенным тегом определенное количество опыта, например, как у меня это, игроку с тегом one выдается 10 опыта. Но, Но этот командный блок сработает только тогда, когда сработает первый командный блок, т.е. только в том случае, когда у игрока с определенным тегом получится забрать определенный предмет в определенном количестве, и только тогда сработает второй командный блок, который уже выдаст игроку определенное количество опыта. Ну и дальше сигнал переходит к третьему командному блоку, который срабатывает всегда, и он просто забирает определенный тег у игрока, т.е. тот тег, который выдался игроку настроенной кнопкой в NPC. Вот собственно и весь механизм покупки, надеюсь вам все понятно и все остальные варианты покупок настраиваются точно по такому же принципу, просто под каждый отдельно добавляемый тег настраивайте отдельную такую полосу командных блоков, и да, если что, эти командные блоки можно размещать где угодно, хоть под NPC, хоть просто рядом с ним, это совсем не важно, ну что, а теперь давайте-ка проверим как же работает наша покупка. И чтобы было более наглядно, я перейду в режим выживания, теперь заходим в NPC, нажимаем на кнопку, и как вы видите я получил немного больше одного уровня опыта, и так же у меня забрался один золотой самородок. Что ж, все остальные кнопки работают точно так же, поэтому дабы не затягивать лишний раз видео, я не буду показывать как их настраивать, ведь это и так довольно просто и понятно по первому примеру. Ну что, а теперь давайте я вам покажу как же настроить вывод средств, значится снова заходим в NPC, расширенные настройки, и как видите я уже добавил еще два товара, нажимаем на кнопку добавить команду, и сначала мы сделаем частичный вывод средств, то есть в моем случае это вернуть слиток золота за два уровня опыта, записываем такую команду. title, собака P в квадратных скобках L равно, здесь указываем на 1 меньше, чем у нас будет отниматься уровней опыта, то есть к примеру у меня будет отниматься два уровня опыта, здесь я указываю 1. Дальше снова title, ставим значок параграфа, как я это уже показывал, ставим 4, чтобы сделать текст красным, снова ставим значок параграфа, ставим английскую букву L, чтобы сделать текст жирным, и пишем недостаточно опыта. Таааак, теперь переходим на следующую строчку, правда здесь немного неудобно, и получается следующую строку будет закрывать клавиатура, поэтому, чтобы вам было лучше видно, я сделаю такую маленькую хитрость, и здесь мы пишем give собака P в квадратных скобках LM равно, и здесь мы указываем то число, сколько уровней у нас будет забираться, у меня это два уровня, поэтому я и пишу два. Дальше указываем, какой предмет нам будет возвращаться, у меня это золотой слиток, поэтому я записываю gold in god, так же вы можете указать количество, для этого просто после названия предмета ставим 0, а вторая цифра это будет количество предмета, но у меня будет возвращаться всего один слиток, поэтому после названия предмета я просто ничего не ставлю. И переходим на третью строку, на которой пишем xp, дальше указываем сколько уровней опыта у нас будет отниматься, у меня будет отниматься два уровня опыта, поэтому я пишу минус 2L, дальше собака P в квадратных скобках LM равно, и снова указываем сколько уровней опыта у нас будет отниматься, как я уже говорил, у меня это два. Теперь включаем режим кнопки, и давайте настроим ее вид, ставим значок параграфа, ставим четверку, чтобы текст был красным, и давайте сокращенно напишем вывод средств, например вот так, главное чтобы было понятно. Ну и давайте я вам коротко объясню по какому принципу будет работать эта кнопка. Смотрите, функция первой строки заключается в том, что если у ближайшего игрока к NPC недостаточно хотя бы одного уровня для обмена, ему высветится надпись недостаточно опыта. Функция второй строки в том, что если у ближайшего игрока к NPC минимальное количество уровней это стоимость обмена, то есть как в моем случае это два, то ему выдается определенный предмет, например как в моем случае возвращаются слитки золота. Ну а функция третьей строки в том, что если у ближайшего игрока к NPC минимальное количество уровней равно стоимости одного обмена, у него забирается собственно эта же стоимость обмена, как в моем случае это два уровня опыта. Что ж, частичный вывод мы полностью настроили и давайте проверим его немного позже, а сейчас давайте сразу сделаем полный вывод средств. Значится переходим в настройки следующей кнопки и записываем такую команду, тег собака p add 0, если что 0 на русском это 0. Получается кнопки покупок мы настраиваем так, чтобы покупателю выдавался тег от 1 и так далее, а вот кнопку полного вывода средств мы настраиваем так, чтобы пользователю выдавался тег 0, так все понятно и не запутано, да и принцип работы полного вывода средства очень похож на принцип работы покупки, дальше на второй строке пишем title, собака p в квадратных скобках l равно здесь опять же указываем на 1 меньше чем стоимость одного частичного вывода средства, то есть то же самое что мы указывали в команде title в настройках предыдущей кнопки, у меня это 1. Дальше снова title, ставим значок параграфа, ставим четверку чтобы сделать текст красным, снова значок параграфа, ставим английскую букву l чтобы сделать текст жирным и пишем недостаточно опыта, есть и переходим на третью строчку в которой пишем такую команду, тег собака p в квадратных скобках l равно здесь указываем то же число что и в предыдущей строке remove 0, смотрите первая строка выдает ближайшему игроку к NPC тег 0, от чего сработают командные блоки которые мы сейчас с вами настроим, вторая строка высвечивает текст недостаточного опыта ближайшему игроку к NPC в том случае если у него хотя бы на один уровень опыта меньше чем нужно для вывода средств, и третья строка, также если у ближайшего игрока к NPC не хватает хотя бы одного уровня опыта для вывода средств у него просто сразу же забирается тег 0, что ж включаем режим кнопки и давайте настроим ее бит, ставим значок параграфа, ставим четверку чтобы сделать текст красным и давайте сокращенно напишем вывести все средства, вот так я думаю пойдет. Ну что, кнопку мы настроили, но для полного вывода средств нам также нужно настроить и командные блоки, значится снова летим сюда и как видите я добавил еще две полосы командных блоков, получается у меня три варианта покупки, поэтому и три полосы командных блоков, ставим командный блок вот сюда и записываем в него такую команду, тест for собака а в квадратных скобках тег равен 0, lm равно и здесь мы указываем стоимость частичного вывода средств, т.е. к примеру у меня чтобы вывести слиток золота мне нужно два уровня опыта, поэтому сюда я ставлю двойку и ставим командный блок на режим цикла и работает всегда, он будет обнаруживать игроков с тегом 0 и с минимальным уровнем опыта, чтобы хватило хотя бы на один возврат средств, у меня это два уровня опыта. Дальше берем компаратор, ставим его от этого командного блока вот сюда, дальше от этого компаратора ставим любой блок который проводит сигнал, а здесь мы ставим следующий командный блок, в котором будет такая команда. Пишем title, собака а в квадратных скобках тег равен 0, снова title, ставим значок параграфа 2, чтобы сделать текст зеленым и пишем средства успешно выведены, и больше в этом командном блоке мы ничего не меняем, есть, ставим следующий командный блок и записываем в него такую команду, тег собака а remu 0 и ставим командный блок на режим цепи и работает всегда, так, ставим следующий командный блок вот сюда и записываем в него такую команду give собака а в квадратных скобках тег равен 0, lm равно здесь указываем то же число что и в первом циклическом командном блоке, у меня это 2 и указываем какой предмет и сколько нам будет возвращаться, у меня это gold in god, то есть золотой слиток, и чтобы указать количество предмета, сначала отступаем, ставим 0, дальше отступаем и вторая цифра это уже будет количество предмета, но так как у меня он один я ничего не пишу, и ставим командный блок на режим цикла и работает всегда, есть, и ставим заключительный командный блок в котором будет такая команда, пишем xp, дальше указываем стоимость возврата ресурсов, у меня это 2 уровня опыта, поэтому я записываю минус 2l, дальше собака а в квадратных скобках тег равен 0, lm равно здесь указываем то же число которое мы отнимаем в начале этой команды, либо если вам будет понятней, это то же число что мы указывали в первом циклическом командном блоке, и ставим командный блок на режим цепи при условии и работает всегда, есть, теперь берем красный факел, ставим его вот сюда, и нам сразу же высвечивается надпись средства успешно выведены, все нормально, так и должно быть, и вот наш механизм полностью готов, ну а теперь давайте-ка проверим наш магазин, но перед этим, чтобы было более наглядно, я снова перейду в режим выживания, так, заходим в NPC и как видите здесь все кнопки которые мы с вами добавили, нажимаем на первую кнопку и мы получаем еще 10 xp, при этом у нас тратится один золотой самородок, заходим снова, нажимаем на вторую кнопку и мы получаем сразу один уровень опыта, но при этом тратим один золотой слиток, нажимаем на третью кнопку и получаем аж 9 уровней опыта, но при этом тратим целый золотой блок, ну а теперь давайте проверим вывод средств, нажимаем на первую кнопку вывода средств и мы получаем один слиток золота, но уже за два уровня опыта, ну а когда мы нажимаем на кнопку вывести все средства, у нас автоматически выводятся все золотые слитки по тому же курсу, то есть один золотой слиток, два уровня опыта, И теперь, если мы снова попробуем вывести средства, у нас ничего не получится, и высветится надпись «Недостаточно опыта». Круто! Все работает! Ну а если вы хотите ставить командные блоки где-то далеко от NPC, вам обязательно нужно сделать следующее. После того, как расставите командные блоки, подойдите к ним поближе, откройте чат и запишите такую команду. Слэш, тикинерия, эд, киркл, ставим три тильды, один и запишите любое слово на английском, это будет название вашей тактовой области. С помощью этой команды, область в которой вы находились, будет оставаться постоянно прогруженной, вне зависимости от того, насколько далеко вы будете от нее находиться. Ну а на этом все, ребятки! Всем огромное спасибо за просмотр! Вот такой немаленький ролик у меня получился, и если он тебе понравился, обязательно жмякни на кнопочку лайка. Ну а также, не забудь нажать на кнопочку подписаться, и присоединяйся к нашей пока что маленькой, но очень дружной семье. Ну и конечно, как обычно, розыгрыш бесплатной рекламы, которую можешь получить и ты, и если что, все условия смотри в описании. Ну а в этот раз победил канал Посейдон, это еще начинающий канал, так что видосов у него пока немного, но у него на канале вы можете найти как обучающие, так и видосы с геймплеем по майну. Так что, кому интересно, ссылочка в описании. Ну а с вами, как всегда, был GoodApple, всем до скорого, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok